Поправить прическу, сделать памятное фото и можно идти на линейку. Первачки волнуются и крепко сжимают тяжелые букеты. Но этот день приятно тревожен еще и для родителей. Я волновалась больше. Мы ходили весь предыдущий год на подготовку к школе, поэтому ребенок со школой знаком, с режимом знаком. Я думаю, что она не волновалась. Больше даже волновалась. Мама, конечно же. Как готовились. Все покупали долго, очень все выбирали, чтобы мальчик у нас был красивый. Но несмотря на волнение и переживания, дети ждали Дня Знаний, как одного из самых главных праздников в году. А зачем им нужно ходить в школу, дети знают точно ответ. Школа – это то место, где учатся. Школа – это где учатся дети. А зачем дети учатся? Чтобы потом быть умными. Что такое школа? Это где дети учатся умными. Первоклассники в этот день только знакомились со школой. А вот для учеников 11-х классов это было последнее 1-е сентября в их школьной жизни. Ждала с одноклассниками встречи, потому что почти все лето так вышло, что мы не виделись. Но прежде всего я соскучилась по учебе. А какой любимый предмет? Физкультура. Все это, конечно, прекрасно, прекрасно осознавать то, что мы уже в 11-м классе. Это знаменательный для нас момент, линейка как-никак. Линейка последняя. Еще приходить в школу тоже ж можно. Напутственные слова в своем обращении к детям произнесла Нармин Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре. Она попросила детей прислушаться к себе, понять, что им интересно и чем они хотят заниматься в будущем. А также зачитала приветствие от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сегодня особенный день у наших первоклассников и их родителей. Пусть он сохранится в вашей памяти как одно из самых важных и радостных событий. Учащимся средних и старших классов я желаю целеустремленности и трудолюбия. Будущее нашей молодежи во многом зависит от профессионализма и мудрости педагогов. Здоровья вам, терпения и постоянного творческого роста. Пусть новый учебный год подарит новые открытия и будет успешным для всех. Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Первый заместитель главы Ленинского района Елена Добрина обратилась приветственным словом к учителям, отметив, что их профессия одна из самых лучших. Не каждый может учить, не каждый может любить детей как своих, не каждый может щедро делиться тем, что дала ему природа с теми, кто пришел, маленький, неокрепший еще, человечек, которому надо открыть путь в большую жизнь. Учителя же, в свою очередь, с большой радостью и гордостью награждали детей почетными грамотами главы Ленинского района за подпись у начальника управления образования методического центра, особо отличившихся победителей Олимпиад, отличников, активистов школ. Им же и было предоставлено право по уже давно сложившейся школьной традиции дать первый звонок. Первый звонок дан. Все ученики под вспышки родительских фотоаппаратов отправились на свой первый урок в этом году. Ученики уже третьего Б с нескрываемой радостью занимали места в классе. Татьяна Александровна Ловицкая, классный руководитель, начала урок со знакомства ребят с новичками. Что такое мир? Какой он город, где вы живете? И что в нем есть? Вопрос, на который предстояло ответить третьеклассникам. Дети были активны и любопытны. День знаний дал хороший заряд на дальнейший учебный год всем ребятам с 1 по 11 класса. Екатерина Чернышева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.